На протяжении всей предпасхальной или страстной недели в церквях проходят службы, посвященные тому или иному событию из Священного Писания, связанному с Иисусом Христом, который своей смертью искупил грехи человечества. Богослужения в церкви перед Пасхой похожи на богослужения в другие дни, однако имеют свои особенности. Мы в страстную пятницу воспоминаем евангельские события, которые предшествовали празднику входа Господня в Иерусалим, вернее следовали за ним. И мы знаем, что Господь в чистый четверг по древнему обычаю палестинскому устроил тайную вечер, где Он собрал своих учеников и сказал, что будет дальше. Это были пророческие слова. В страстную пятницу, в день, когда вспоминают, как Иисус Христос был распят и умер на кресте, происходит особенная служба под названием «Вынос плащеницы». То есть мы вспоминаем события, когда Господа снимают с креста, и Иосиф Арифамейский вместе, конечно же, с Божьей Матерью, с женами-мироносицами не снимают тело Христа, помазывают его благовониями, подготавливая его к погребению. И мы также читаем канон, который называется «Плач Божьей Матери». Вся пасхальная еда освящается в церкви накануне, в Страстную субботу. В 10 часов во всех православных церквях проходит Божественная литургия, предваряющая Пасху. Во время литургии все облачаются в белые праздничные одеяния. И в продолжении всей последующей недели службы совершаются в светлых облачениях. В субботу утром в 10 часов начнется Божественная литургия. И суббота уже день, он самый особенный, он как бы и уже и не постный, хотя мы держим пост, но по духу своему, мы знаем по Евангелию, что Христос воскрес уже. После утренней литургии мы еще пребываем в ожидании Великой Пасхи, то есть воскрешения Христова. И уже ночью мы собираемся в 11 часов, начинаем службу. И в 12 часов мы выходим крестным ходом вокруг нашего храма. И после этого подходим к западным вратам. И оттуда начинается богослужение пасхальное. Первая служба, она будет утренняя пасхальная, торжественная, праздничная. И уже после утренней будет святая литургия. Таинство Пасхи – одно из самых почитаемых православий, поскольку сам праздник – главный и первый для христиан всего мира. Это считается наиболее важным для духовного развития и очищения. После утренних церковных служб в Великую Субботу в православных храмах происходит освящение куличей и яиц. Завтра уже по уставу церкови тех, которые не смогут прийти на ночную службу, они могут на утреннюю литургию принести уже приготовленные, покрашенные в красный цвет яйца, сыр, вино. То есть всю ту снедь, то есть все то приготовление, которое они хотят поставить на праздничный стол. И уже мы, священники, после литургии выходим и делаем первое освящение всех пасхальных снедий. Пасха празднуется в течение всей недели после светлого воскресенья. Эту неделю ещё называют светлой седмицей, светлой или красной неделей. Все заупокойные службы, они переносятся на девятый день после Пасхи. И у нас это называется мертвых хуажан или же радовница. И вот в эти дни никаких заупокойных служб не бывает. Почему? По сути своей, потому что, не потому что мы о них забываем, наоборот, Господь абсолютно ко всем воскресший Господь бывает милостливый. И очень многих Он забирает в этот момент из ада в рай. И как бы вот этот праздник, он как и для усопших, так и он для нас. И когда мы оплакиваем их, мы чуть-чуть, как говорится, не в унисон действуем. То есть мы совершаем действия, которые не присущи вот этой радости. И все вот службы заупокойные, они будут перенесены на вторник, на вторник через неделю, то есть на девятый день после Пасхи. Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца. И время его празднования переходит по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Хочу поздравить с наступающей Пасхой наших близких, наших братьев, сестер, всех, кто живёт, мне различна от национальности, от вероисповедания, да, потому что это праздник всех абсолютно. Через неделю после Пасхи разрешается совершать радостные праздники до Петрова поста, обручения, свадьбы и венчания. Эльвира Дебилова, Заурустаев, Оксан Таттаева, информационный выпуск сегодня.